18 марта в МФЮА проходил Общеуниверситетский день открытых дверей. Сюда пришли абитуриенты, их родители и все, кто заинтересован в получении образования по программам нашего вуза. Для гостей Дня открытых дверей устроили экскурсию по университету. Показали аудитории, спортзал, музейный комплекс и церковь МФЮА. Рассказали и о насыщенной студенческой жизни. Представители приемной комиссии подробно ответили на вопросы об образовательных программах и условиях поступления. Большой интерес у посетителей вызвали условия поступления на бюджетные места и программы среднего профессионального образования. В этом году у нас есть две специальности бюджета. Это компьютерные системы и прикладная информатика. 15 мест по одной специальности, 15 по другой. Безусловно, вот туда мы будем выбирать абитуриентов с лучшими протестатами. В закон о воинской обязанности внесли поправку о том, что студенты, которые поступают в колледж на базе 11 класса, тоже имеют отсрочку от службы в армии. В прошлом году и позапрошлом году студенты, которые в колледж поступали на базе 11 класса, к сожалению, отсрочка от армии не имели. Сегодня международное образование является одним из условий конкурентоспособности на рынке. И безусловно, когда студент поступает, он не всегда уверен в том, что он правильно выбрал свое направление. А вот когда вы выбираете международное направление, международную программу, вы дополнительно у себя формируете понимание, правильно ли вы выбрали свое направление. Чем занимается международный отдел? Какие международные программы мы предлагаем? Первая и, наверное, самая популярная сейчас – это программа двойных дипломов. Я на ней остановлюсь чуть позже. Также мы предлагаем языковые школы. Самые популярные направления – это Мальта, Великобритания, Канада, США. Это программы в основном в рамках ваших каникул. И, безусловно, они дополнительно оплачиваются самостоятельно студентами. Однако у нас заключены договоры с рядом языковых школ, перечисленных мной у стран, которые предоставляют определенные скидки студентам нашего университета. Интерес вызвали также специальности, связанные с информационными технологиями и финансами. Получив всю необходимую у специалистов приемной комиссии информацию, многие уходили с твердым намерением учиться в МФЮА. Пришли на день открытых дверей, поинтересоваться, что да как, и конкретно узнать о поступлении, об экзаменах, обо всем. Очень близко от нашего дома, и нам удобно. Мы рассматриваем несколько специальностей, но все-таки, я думаю, что лучше компьютерные технологии рассмотреть, так как будущее за компьютерными технологиями. Я училась в этом институте, сама его закончила, соответственно, привела сюда ребенка для обучения. Ну, вот мне впечатление, мне понравилось, и я думаю, о поступлении сюда. Посмотрели по сайтам, по отзывам, пообщалась она с друзьями, подружками, которые здесь уже учились. Ну, и из всех представленных специальностей, которые здесь представляют, она выбрала, на сегодняшний день актуально, это менеджмент. Вот это ее выбор, ее право. Очень хочу, надеюсь, что замерзг, и все у меня будет хорошо, после первого мероприятия. На мероприятии также работали специалисты по профориентации, которые рассказали бетриентам, как определиться с карьерой и что нужно сделать для того, чтобы стать высокооплачиваемым специалистом.